Слава Иисусу Христу! И давайте мы вместе откроем место из Писания, Евангелие от Матфея, 28 глава, 16 стиха. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Такие слова, такое повеление оставил Иисус Христос своим ученикам. И люди по-разному сегодня воспринимают, что такое водное крещение. По-разному. Кто-то думает, что это, знаете, такой мистический какой-то опыт, что ты входишь и там что-то переживаешь по-особенному, там вот именно в воде. Другие проповедуют сегодня о крещении детей. А третьи говорят, что это все не надо, это надо духовно погрузиться в Иисуса Христа. Ну, есть такие тоже. Но мы видим, что Иисус Христос, Он дал повеление ученикам. Сначала написано «Идите и научите». Научите. Дал повеление идти научить. Потом написано «Крестить». И дальше продолжать учить, чтобы те, кто уже крещеные, соблюдали Его волю. Соблюдали Его волю. И я смотрю, что в Писании очень много, и даже и сам Иисус Христос, Он в вопросе крещения уделяет, знаете, серьезное внимание. Это не просто так, серьезное внимание. Это из важнейших, одно из важнейших Его повелений, исполнение которого дает возможность приобщиться к Его Церкви. Апостол Павел в послании Ефесянам писал такие слова. Давайте откроем вместе это Ефесянам 1 глава с 19 стиха. Очень интересный такой момент. «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви». Через апостола Павла Господь дает нам описание Церкви. Это славное описание Церкви. И написано, что видно из этого текста, что нет никого и ничего более славного и величественного, над которым Бог поставил Иисуса Христа главою, как Его Церковь. Как Его Церковь. И дальше мы читаем еще более славное описание Церкви, «Которое есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Этим текстом Господь провозрастает Церковь своей полнотой. Полнота. Это есть полнота Бога, Творца, видимого и невидимого. И вот такая Церковь. Господь эту Церковь создал, свою Церковь. Он ее родил. Он устроил по замыслу своему Церковь, к которой можно присоединиться только через покаяние, веру и дальше водное крещение в том числе. Водное крещение. Другого пути не дано. Другого пути не дано. И апостолы, мы видим в Писании, апостолы, они безукоризненно, они исполняли повеление Господа о крещении. Написано в самом начале проповеди, когда еще в Деянии, второй главе, мы читаем там, проповедовали, то они акцентировали внимание на двух важнейших вещах, которые необходимы для того, чтобы Церковь созидалась и строилась, чтобы присоединиться к Его Церкви. Первое, они говорили, покайтесь, покайтесь, то есть покаяние, оно связано с рождением свыше, рождением свыше, без которого невозможно войти в Царство Божие. Человек должен покаяться, осознать свою греховность, и Бог по своей великой любви и милости, написано, восхотел, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. И он говорил об этом с Никодимом, помните, что если кто не родится свыше, тот не может увидеть Царство Божье, то есть должно родиться свыше. И невозможно войти в Царство Божие без рождения свыше, также невозможно влиться в тело Христа, в тело Иисуса Христа, без рождения свыше. И дальше он говорит, и дальше там, где они, дальше написано, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Еще евангелист Марк, он писал, идите по всему миру, это тоже мы читали Матфея, проповедуйте Евангелие всей твари, и кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Мы видим из этих отрывков, из этих мест из Писания, да, мы видим, что Иисус очень серьезно относился к вопросу крещения, веры и крещения. С этим связано и спасение, и прощение грехов. И знаете, такой пример, мы можем привести несколько примеров из Деяния, когда, помните, Евдух, он ехал, это был, скажем так, ну, не из язычников, можно так, ну, сказать, что не из юдейского народа, все, он ехал, въехал, и когда к нему пристал Филипп, Господь послал Филиппа, на ту дорогу прислал Филиппа, он не разумел, он читал книгу пророка Иса, не разумел ее, потом прислал к нему Филиппа, он объяснил ему, путь Господень, да, мы читаем, и когда истину уразумел этот Евнух, выслушав проповедь Филиппа, он уразумел, то вывод, который он сделал, что, ну, как бы, и Филипп говорит, что, истину, и говорит, что мешает креститься, да, что мешает креститься, такой вопрос, то есть, подводилось все к тому, чтобы первое было покаяние, вера и крещение, почему, почему он говорит, вот вода, что мешает мне креститься, он из проповеди это понял, как-то и уразумел, это как был, как кульминация, как итог, что вот вода, и написано, что, если веруешь от всего сердца, то что написано, можно, и сказал в ответ, веруешь, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его, и когда же вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, и в этом, это повествование, кстати, это повествование, оно, и дальше мы видим, и Корнили, и дальше, оно отвергает эту практику крещения младенцев, отвергает, почему, потому что, перечитывая отрывок, мы, про Евнуха, мы невозможно, не заметить о том, что это было яркое, глубокое, осмысленное понимание, того, что этот, совершаемый акт крещения, да, что это непосредственно связано с верой человека, и он по вере, веруешь, можно, если от сердца, веруешь, с верой, которая должна, знаете, осознание прийти того, что Иисус Христос сделал на кресте, осознание той глубины, да, своей греховности, и того прощения, которое дает Господь, это все связано с верой, а в детстве, ну, кто может, что, как это можно, это все осознать, и это, невозможно, поэтому это, скажем так, даже из-за блуждения, и такая вера, она понимает водное крещение, не как какой-то, знаете, обряд просто, мистический обряд, но истину о том, что тот, кто крещаемый, он крестился в смерть Иисуса Христа, в нем умер, погребен, и, ну, ветхий человек, да, и дальше, воскресая со Христом, становится новым творением, чтобы ходить, написано, в обновленной, в обновленной жизни, и, как мы уже читали, здесь, Марка, когда мы читали, что, кто будет веровать и креститься, да, кто будет веровать, написано, кто будет веровать, маленькие дети, они не в состоянии, ну, они не могут осознать те все истины, которые, они еще этого всего не понимают, поэтому мы преподаем на основании Слова Божия крещение в сознательном возрасте, когда человек прошел, ну, когда человек покаялся, когда он осознал нужду свою спасения, пришел ко Христу, да, потом прошел необходимое то учение, которое нужно, написано, идите и научите, чтоб уразумел все истины Божьи, которые необходимы, те начатки учения, и дальше, по вере, мы видим, что человек, он готов или нет, мы видим, что произошла в нем та перемена или нет, и на основании этого мы делаем вывод, что если веруешь от всего сердца, то можно, то можно, и покаяние и крещение, они непосредственно связаны со спасением, помните, написано, фарисеи, они отвергли волю Божью о себе, не крестившись, даже сам Иисус Христос, он пришел и от Иоанна принял то крещение, чтобы исполнить всякую правду, всякую правду, то тем более и нам надо исполнить всякую правду, и тот, кто принимает водное крещение, там написано, что он вступает в завет, обещая со своей стороны Богу служить доброй совестью, а Бог говорит, что вот мой новый завет в моей крови, со своей стороны он все сделал, он пришел на эту грешную землю, он пострадал, умер, воскрес для нашего оправдания, а теперь с нашей стороны обещание Богу доброй совести, служить Богу доброй совестью. И помните, когда в доме Корнилия, там тоже была эта история, там написано, тоже ангел послал Корнилию, Корнилию было сказано слово, чтобы он послал за Петром, пришел Петр, там проповедовалось слово, все, и тогда Петр рассказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Духа Святого, там была ситуация немножко по-другому, там Евнух, он крестился и сошел Дух Святой, а здесь уже было наоборот, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа, она строится из раскаившихся грешников, из раскаившихся грешников, возрожденные свыше которые, которые осознанно приняли крещение посредством полного погружения в воду, полного погружения в воду, что символически указывает на погребение, что мы умерли для греха, для этого мира и обещаем дальше идти за Господом и полностью жить с жизнью с Господом Иисусом Христом, вступая в эти завет, в эти отношения с Ним. Там в Диане написано, и так охотно принявшись Слово Его, охотно принявшись Слово Его, крестились и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно, это не просто так, это не просто на этом жизни заканчивается, и дальше они говорят, постоянно, дальше. Слышите, друзья, после водного крещения это не последняя точка, что все, я уже принял водное крещение, можно расслабиться. дальше путь. И написано, они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. О том, что покаявшимся и возрожденным свыше нужно было принять водное крещение, свидетельствуют и другие места Нового Завета. И дальше через крещение, через водное крещение люди получали право на участие в хлебопреломлении. Хлебопреломлении. В видимом символе, знаке принадлежности к телу Иисуса Христа. Поэтому пускай Бог благословит каждого из нас, чтобы действительно те, кто сегодня будут принимать водное крещение, чтобы это было осознанно, чтобы это было действительно от сердца. Я верю, что у них это все уже было оговорено, что это все было с ними, с ними проводились беседы, они проходили уроки, эти занятия. Я думаю, что они приняли решение сегодня отслужить Господа. Я вспоминаю себя тоже, думаю, было время, когда пришло осознание, хотя я вроде как и ходил в церковь сюда, да, с детства, пришло осознание того, что я грешный человек. Я не верю, не совсем понимаю тех людей, которые я с детства верующий. у Бога внуков нету, у Бога есть дети, те, которые к Нему приходят, те, которые лично имеют встречу с Ним через покаяние и веру, и те, которые следуют за Ним лично. Помните, та вера, которая обитала и в матери твоей, и в бабке твоей, она сегодня и в тебе, она должна быть сегодня в каждом из нас лично. Поэтому я вспоминаю и думаю, то, что бабушка моя ходила, хорошо, мама тоже прекрасна, но у меня должна быть личная вера, личное отношение с Господом моим Иисусом Христом. И это осознание ко мне пришло, я помню, покаялся и дома, будучи дома, и действительно Господь наполнил своей такой благодатью, я ощутил радость, прощение, радость спасения, радость новой жизни, и мне просто хотелось, захотелось вот как-то вот жить совсем по-новому, совсем по-новому жить с Богом. И потом на основании Слова Божья водное крещение, я помню, брат Саша у нас проводил эти занятия, ну, мы пришли, он говорит, ну, ты же уже все знаешь, у тебя же бабушка, я помню эти слова, а я говорю, ну, бабушка, бабушка, но мне надо самому ходить на эти занятия, мне надо самому научаться, мне надо самому иметь эту веру, самому иметь эту веру. И братья потом спрашивали перед водным крещением, некоторые вопросы задавали, все, и мне было, мне было тоже, были сомнения разные, а вдруг у меня не получится, вдруг я там, знаете, ну, не устаю или еще что-то, но думаю, если я уже начал эту жизнь, да, если я покаялся пред Богом, по некоторым думать, что вот с момента водного крещения, у нас в стране война с 22-го, с 14-го года, а не с 22-го, с 14-го года война у нас, так и тут, с момента покаяния, ты уже стал на этот путь, и дальше, взявшись за плуг, не оборачивайся назад, дальше воля Божия есть водное крещение, дальше воля Божия есть духовное крещение, и дальше воля Божия есть служить ему до конца своих дней. Поэтому, пускай Бог благословит сегодня наших друзей, и, как мы уже сказали, водному крещению предшествует покаяние, предшествует вера в Господа Иисуса Христа как личного спасителя, и предварительное наставление основам учения, и в основам евангельского учения. Этому предшествует. Мы все это исполнили, братья исполнили, в церкви это все исполнили, и сегодня мы будем наблюдать этот чудесный момент, когда они будут вступать в завет под Господом. Поэтому хотелось бы, друзья, помолиться, помолиться о том, чтобы Бог благословил наших крещаемых, чтобы Бог благословил, чтобы вот это решение, которое они сегодня осознанно по вере, они приняли, чтобы они этого решения, этой веры, держались Иисуса Христа до конца своих дней, не отступая от учения Его ни направо, ни налево, но шли и приносили плод во славу Господа. Давайте мы об этом встанем и помолимся. Продолжение следует...